Все, что Virtus.pro выпутаются из неприятностей, хотя, конечно, надежд мало, ведь в восьми последних дастах, точнее, Virtus.pro терпели поражение. Стрик из восьми поражений подряд на столь ходовой карте — это не самые приятные новости. Ну, G2 стрик из пяти поражений подряд, то есть тоже не самые приятные. Конечно, оппоненты были экстра уровня, но вот если конкретно брать стрики, там восемь, тут пять, УВП все-таки такой уже, ну, ответственней момента не придумать. Слили одну катку, слили вторую, слили первую карту на третьей, и ну все, или сейчас, или уже с EPL придется прощаться. Однозначно, с каким бы там счетом не закончилась группа, не закончилась это выступление, уже выйти не получится. Ну, а вы же, друзья, пишите, за кого болеете, поднимайте счеты за команду Virtus.pro. На старте первой карты было очень много счетов, я думаю, парням это приятно. Ну, и, конечно, несмотря на результат, нужно поддерживать до конца. Потому что счетов в начале было много, под конец уже поменьше. Даже если сейчас Virtus.pro проиграют свой третий Best of 3 в группе, у них еще останется два матча. И даже на этих матчах нужно поддерживать команду Virtus.pro. Хотя хоронить их мы, конечно, не хотим. Коэффициенты от сайта GG, B это 1.27 на G2, 3.54 на команду Virtus.pro. Все еще достаточно такие щадящие, наверное, демократичные коэффициенты, что делают VP. Они идут 5 длина в тот момент, когда G2 вливаются в нижнюю тэшку и на центр карты пропушили. Но Virtus.pro уже и след простыл. То есть сейчас начинается понимание, что никакого захода на B не будет. Единственная позиция, где Virtus.pro могут быть, кроме, конечно, 5 Титаник, это длина. А я атака откинула дым вот этот. Это дым от атаки был, насколько я понял. И Хантер вышел, и дым был неточным. Все. Бомба и GG. Просто все. Коэшка на Кикерта. Сейчас, Кикер, смотри, тащит 1 в 4. Итак, первый хэт на Кикерта. 1-0. Такое, префайр, комментирование префайром сейчас было, но первого хэда Кикерта так и не сделал. Я просто пытался отправить послание во вселенную, знаешь, так, чтобы каким-то образом повлиять на исход. Но 1-0. И я не знаю, вроде все было в руках у команды Virtus.pro, но вот просто все. Ему отдали длину. Все позиции G2 прожимали, кроме DL. И, кажется, заходи, ставь бомбу. Но это пренеприятнейшее известие со длины. Что тут? Кузены Хантера и Ника удерживают высочайшие рекорды по хэдшотам. 0.45-0.46 у них. Статистика. В общем, по головам Ковачи попадают очень плохо. Молодцы. Я не знаю, читали вы Лонгрид от Хантера, который он где-то полгода или 8. Еще, наверное, в Крейзе, когда играл, выпустил Лонгрид. И на самом-то деле Хантер был в шаге от того, чтобы просто забить на сцену. У него были очень большие проблемы. Ему CSGO не нравилось. Он в какой-то момент упустил очень хороший шанс. Он был в депрессии. И все это прошел. На самом деле тренировался, сидел все эти годы, глядя на успехи своего кузена Нико. Но посмотрите, сейчас на самом деле по рейтингу он может быть даже выше будет. Ну или там где-то. То есть его сейчас, наверное, с Нико в плане эффективности можно сравнить. Ну, разве что с поправкой на то, что Ник ингейм лидер в своей команде. Так и есть, так и есть. Целеустремленности этому парню не занимать. Возможно, рано или поздно мы их даже увидим в одной команде. Кто знает. Неплохая хаешка, кстати, на шорт. Команда Virtus.pro делает акцент именно в эту позицию. Раунд 5 длина не сработал. Сейчас постараются выйти пятером через шорт. G2 очень инициативный. То есть они снова пропушили Тэшку. У них 100% инфа, что это будет 5 шорт. Но тут Кенес как-то странно себя повел. Мансил-мансил. Но перестрел куда-то не вошел. Благо для Нексы. Второй его соперник в прицеле был битый. Так что с МПшки проблем принять это не было никаких. 2-0. Не было бомбы. Свой форс не окупили. Теперь нужно сливать. Отдавать команде G2 третий. Но все это, конечно же, болельщиков Virtus.pro и самих игроков нисколько не смутит. Ведь карта Dust2 только начинается. Так что еще раз поднимаем щиты. Давайте. Не теряйте веру. Хантер не потерял веру. Вы не теряйте. Все реально. Все реально. Ждем, конечно, первого девайсного. Ну а сейчас в распоряжении команды Virtus.pro две флешки, три пустынных орла. G2 пока откидываются. Как мы видим, Молотов в банке. Дым под выходом на бейс-тэшке. Ну и свой же Молотов, кстати, потушили G2. Перестраховались, чтобы точно там никто не вылетел. Флешка в центр. Кикерт. Чекнул ближний угол. Никого не увидел. Остается еще одна флешка. Уже у самого Кикерта. Тем временем Санджи угомонил Джекса. Тайминг для него сложился крайне удачным образом. Под рассеивающийся дым. Голову заметил. Голову залепил. Такой вот интересный Молотов. Минус Карлсон. И дальше ХАЕшка. И под эту ХАЕшку сразу Даблой душит Тайкеннис. Он еще своей ХАЕшкой добил. Ну, в общем, жесть, как она есть. Казалось бы, но уж Молотов залетел не туда. Вот он шанс для ВП. Не тут-то было. Санджи с Кольтом. Сейвиться, конечно, не будет. Сейчас его просто задают в яме. Ну, попытается Санджар один-два минуса сделать. G2, кстати, не хотят воевать. Обратите внимание на радар. Абсолютно все игроки сейчас меняют свою позицию. Идут сидеть на бомбе. Я так понимаю, совещание какое-то у команды G2. Потому что они очень быстро все отошли. Скорее всего, идет обсуждение действий на первый девайсный раунд этой половины. А вот они сидят. Один-два смотрит. Катая тут пирамида просто из трех игроков. Такой зрелищный получился раунд. С Молотовым на крышу, с пирамидой. С фрагом у Санджи, кстати, на длине. Возможно, да, вот нам его сейчас покажут. Просто отлетел. Хотя дальше, конечно, вот этот поджим шорта. Был очень впечатляющим от G2. Но вот она проверочка. Снайперская винтовка у Джейма. Снайперская винтовка у Кенниеса. Которая сейчас несется на длину. Ее, по-моему, не особенно вертус про хотят занимать. Вроде... Оу, Джей! Красава. Поймал Хантера. Очень важный минус, как для первого девайса. Но моментально меняется рисунок атаки. ВП сейчас вернулись на респаун на свой. Я так понимаю, буду делать сплит-выход на базу Бэм. Судя по движению на карте. Санжи пока тут простреливает Джекса. Джекс, наверное, даже пойдет вперед. Или останется. Но 4-5 всю карту за контроли не выйдет. Поэтому G2 сейчас... Да, поэтому G2 будут втроем принимать базу А. Но, правда, Кенниеса вот этой флешкой вскрыли. Он думал, пораньше на него соперники будут выходить. Может, отойти еще. Некса. Есть ХЕ. Есть Молотов, который не пропустит эту атаку. Кенниеса. Подожгли. Не может он воевать. Но и атака стоит за Молотовым. Кенниес. Легчайше. Для величайшего. А вот и 4 в 4. А вот уже и Аманек начинает ливать понемногу с Б-базы, понимая... Хотя есть опция развернуться 47-46 секунд. Есть ли смысл душить аплэнд до конца, понимая, что здесь Кенни. И второй его тиммейт где-то поблизости точно будет. Санжи! Вот этот минус будет решающим. Ставится бомба на морозе прямо перед Кенниесом. Как же он хорош! Он видел шорт. Он забрал бустера, понимая, что в самоках должен быть кто-то еще. Но, конечно, тот момент, что Джекс пропустил длину, стал основополагающим. Но есть еще шанс вот эту подсадку реализовать. Бэмс. Фрага Томанека. 2 в 2. Ну и, наверное, секунд где-то 15 на это выбивание есть. Другое дело, что закончились гранаты. Нужно выпадать. Барна, Санжи! Собрал кровавый урожай. Квадрокилл. И как жестко! Но вот на самом деле есть фраги, которые не очень важны. А он с первого ожидал важнейший пройдя длину. И дальше в своей команде помог закрепиться на точке А. И с другой стороны не позволил Джету ее выбить. Красавчик! Хорошо. Хорошо. Отыграл действительно Санжи. Как раз судьба раунда решалась в этой дуэли на длине. Если бы Джекс там дал свой минус, то, скорее всего, атака бы заклепнулась. Кенниса в спину бы не убили. Ну и так далее. Но все получилось как нельзя лучше. Как-то мы частенько стали Джекса критиковать. На Мираже у него не получалось. Тут на длине как-то вот не доигрывает. Так что будем особенно пристально следить за его успехами. По крайней мере, в этом матче так точно. Снова пустая длина. Без денег остается Джету. Хантер с Эмкой и все остальные на пистолетах. Кстати, у Хантера еще и ЦЗшка. Мог бы и дропнуть. Жадный Хантер. Зачастую, кстати, да, мы наблюдаем, что эти пистолеты не дропаются. То есть у тебя есть единственное оружие и пистолет. Отвой тиммейт с юспом. Странно. Но да ладно. Подсадка на подсадку. Нет, здесь Адрон просто разбрасывается. Хантер все еще ждет. Пустер. И каким-то чудесным образом Хантер не дожимает. Нехарактерно для него. Джексу. Эмку нужно уносить. Тут еще и Кикерт люркует на центре. Наверное, Некса его сейчас обнаружит. Здесь бы за Нексой как раз посмотреть. Вот как они берут 9 из 10. То есть видишь спину, видишь затылок и 9 из 10 попадаешь. У меня, дай бог, один из 10 залетит в такой ситуации. А порой фраги в спину действительно делать намного сложнее, когда кажется, что успех так близок. Ну, кстати, наверное, если бы у Хантера была МК без глушителя, там бы дэмэджа хватило. Потому что суперкрасный оставался игрок на подсадке. По-моему, это Адрен был. Со стороны команды Virtus.pro. В принципе, такой раунд был понятный. Вы позаняли пустую длину. Соответственно, раунд выиграли. Очень аккуратно сыграв, реализовав как гранаты, так и подсадку. В итоге все-таки размен был приятным именно для атаки. Смотрим дальше. 3-2. Никакого подавляющего преимущества G2 не заработали на старте. Вот момент с бомбой. Под вышку попал. Но, да. Жаль, конечно, для Кенни Эсса. Но, что и говорить, вообще на этом турнире далеко не в первый раз мы видим, как у снайперов не залетают 100% убийства. Ну, опять же, это CSGO. Все привыкли. Там стычка на длине. Ну, как, стычка размен гранатами. Все-таки не позволили G2 своему оппоненту занять DL. Укрепились на этой позиции. Jax пойдет дальше. Не-не-не. Просто встал в свой дефолтный уголок. В прошлом раунде тоже пытался его занять Next на строительных лесах. Ставка, кстати, сделана на P. На приемку именно этой точки от G2. Но Virtus.pro туда пока не собираются. Так, Санжи выкуривает тем временем Jax. Все это время на углу, мы видим, прикрывает выход из банки K&S. Ашор пустой. Это ретейк 5 в 5. Или сейв 5 в 5. Нащупали вот такую безопасную тропу сейчас на Virtus. Так, Jax. Он в дым, я так понимаю, попал. Дым-то все еще в дверях. Возможно, покажут нам повтор этого эпизода. 5 в 4. Тут еще могут зацепиться за ретейк G2. В центре Jax. У него АВП. Не очень мобильный девайс. Наверное, нужно уже в шорт идти. Стикерт. Чуть не умирает от взрыва гранаты. Вторая туда же. 5 кп. Божьим чудом выжил. При этом еще остается 3 молотова. Одна хаешка. Но времени потрачено изрядно. Джейм выходит на ДЛ и погибает. Следом размен от бустера. Времени не так много остается. На точке игроков G2 все еще нет. А у них уже времени не хватит. Бегите! Наверное, нужно бежать от Утадра. Размен. No time. No chance. 3-3. Если честно, не очень для меня очевиден момент, как так получается, что в выбивании вы в большинстве и много урона вносите, фраги находите, а тайминга себе не оставляете. Ну, тут, наверное, как раз... Хотя вот тоже, ну как длина могла быть там основополагающей, если она была закрыта? То есть вы понимаете, что соперника на ДЛ точно быть не может, потому что там ваш тиммейт. А чего же тогда опасаться? Пустой шорт. Пустой шорт пока становится ахиллесовой пятой для команды G2. Причем довольно интересно. У них то длина пустая, туда ВП выходит, то шорт пустой, туда ВП выходит. Как-то вот не угадывают вообще в этом моменте игроки защиты. Но это, конечно, хорошие новости для Virtus.pro. Сейчас попытаются поломать экономику. Тут поджим неудачный. Джекса на B поставили, но и тут не фортануло. Не повезло. Два ВП это Кенниеса, это Аманек. Оба довольно-таки далеко от базы B. Некса тут скорее так на инфу стоит. А тут скорее от Кенниса и от Аманека должен быть сейв. Даже Некса уходит. Ну, правда, у него юст. Может быть, сейчас там смоу прошмыгнет. Что-то в таком духе. У меня занятая точка. Адрен люркует на этот раз. Контролирует вход в нижнюю этажку. Но, конечно, вся команда G2 смещается на сейв. Так что четвертый раунд. И здесь надо отметить чтение игры от команды Virtus.pro. На высоте! Хвалим Адрена. Все-таки он ангейм-лидер. Команда Virtus.pro прямо сейчас. И пока словно открытую книгу читает. Молодого Нексу и компанию. Ну, G2 пытались как-то вот справиться с проблемной длиной, с проблемным шортом. Эти два участка карты, конечно, были таким проходным двором в последних раундах. Поставили туда сразу двух снайперов. Но ВП предусмотрительно пошли на B. Еще и Аркаду Джекса там подловили. В общем, решение было действительно максимально точным в плане раунда. В целом от команды ВП. Соответственно, два авика засейвили G2. Будет у них прямо сейчас закуп. Медведи вышли в минимальное преимущество на один раунд. Но, конечно, тут теперь война за экономику пойдет. У нас первый тайм-аут использует защита. Напоминаю, счет первой карты. Пик команды ВП. Они проиграли 6-16. Сейчас у нас идет Даст. И третьим решающим будет Вертига. Вся информация в верхнем правом углу. И нужно доводить до этой карты. Команде Virtus.pro пока оба, Кенниса Джейм, лидируют в турнире по фрагам АВП за раунд. 0.57 и 0.54 соответственно. До Кенниса, конечно, добраться тяжеловато. Но я бы сказал, что для Джейма это комплимент в каком-то смысле. Я имею в виду твоя команда проиграла 2-бесту в 3. Сейчас как бы на третьем тоже проиграли карту. И ты все равно на втором месте по количеству фрагов. Да и вообще, если посмотреть, вот много было сказано слов относительно неспособности Virtus.pro реализовать численный перевес. Во многих случаях этот перевес был продиктован как раз Джеймом. Его энтрикилами. Что мы сейчас и увидели. И правда Аманек какой-то безумнейший килл дал в ответ по кикерту. Прицел вообще был где-то на уровне дна. И все равно он удалось перевестись. Джейм. Ох, тут Джейкс рановато начал стрелять. Но благо, что Джейма просто отогнал. 4 в 4. Да, видно все-таки определенное переживание в действиях Джекса. То есть он стоял на длине его проходили. Его поставили на Б. Его убили сейчас в центре. Ну, в общем, интересно, интересно, как тут будут выкручиваться Джетту. Аманек пропушил и до Терри Спауна, мы видим, доходят со своим АВП. По крайней мере, просматривает Терри Спауна с банки. Эта позиция пустая. Сейчас, ну, можно сказать, окружены ВП. Причем окружены с довольно дальних позиций. Возможно, будут опасаться Аркады в спину с длины. Шорт не занят. Ну и попытка просто пикнуть Б. А халпы-то у Кенни нет. Он-то сейчас на туннель. Ну, только начинает посматривать. Да и то они же не будут на морозе просто выходить. Будут на морозе. Да не-не-не, он с трейфом прошли. Конечно, это же самая стандартная дефолтная позиция. Что здесь делать, Кенни? Ну, хотя бы один минус, он два дает! Прострелом первому через второго! Боже, правый! Вот, ну, я не знаю. Если, вот, знаешь, в случае с Na'Vi мы говорим, что сами не писаем, помогают. Здесь, походу, сама преисподняя против побед Виртус Про. Я не знаю. Бустер ставит бомбу. Клащ 1 в 3. В принципе, все возможно. Сейчас забрать Аманека. Остаться 1 в 2. А вот уже и потенциал для выбивания не такой хороший. Куда-то Аманек понесся, я не очень понял. Смотрим. За Тимуром. Так, ну, одну позицию обезопасил. Хорошо двигался. На самом деле, это могли быть 3 дуэли 1 на 1. То есть, Джекс тут не помогал Некси в этой перестрелке. Но, тем не менее, Нексо справился спокойно сам. С этим моментом мы видим 100 хп остается у капитана команды Джетум. Ну и, кстати, защита вновь сохраняет сразу 2 снайперские винтовки, что потенциально очень сильно их забустит по экономике. То есть, это как бы 9 тысяч они сейчас засейвили чисто за счет АВП. Ну, плюс армора и так далее. Вот он был, фрагл Томанека. И... А можно 10-часовую версию, пожалуйста, с замедлением 0-1? 1.28 кайф на Джету. 3.46 на ВП. По-моему, ничего и не поменялось. Там, наверное, чуть больше был на Джету на старт. И карту ДАС-2. Ну и счет. Счет мы видим абсолютно равный. Так что коэффициенты пока стабильны. Потушили коктейль Молотова сейчас Джету. Кикерт пытается в зазор сыграть. Пробрасывает молотов Джекс. Зашкак. Ах, зажал все-таки Кикерта. Затанковал просто весь урон на себя. Остается у него 7 хп. Ну все, у Джекса квест выполнен. Был на длине, на б в центре, в шорте. Все, всю карту исследовал. Да, вот Virtus.pro. Смеяться не с чего. У Кикерта, я не знаю, мы вообще редко такое видим, чтобы у Кикерта не шла игра. Ну, друзья, если вдруг кто-то позабыл, первым в шорт-листе Na'Vi был Алексей Голубев на переход в команду. Но, как выяснилось, Кикерт сам отказался от этого перехода. Ну, за что ему большой респект, так или иначе. Пока что Кеннис. Но тут не столько, на самом деле, передумал стрелять, сколько решил, что все, нам флешку получил. Нужно просто сохранять перевес за своей командой. Ну, одно неудачное выбивание 5 в 4 от J2 мы уже видели. Но сейчас позиции куда ближе. Времени на этот ретейк должно быть потрачено меньше. Ни одной гранаты у ВП не остается. А вот у J2 чуть ли не полный фарш. Ну что, потенциал высочайший на ретейк. Нужно включаться индивидуально игрокам ВП. Так называемый фактор игрока. Проявлять прямо сейчас. Натерно вырубают. Да, под флешкой был Джейм. Бустер! Два хэдшота. Раунд еще не проигран, друзья. Третий хэдшот необходим прямо сейчас. Нет, Кеннис слишком силен. В этом матче 11 на 4 его статистика. Даже если Хантер не убивает, сидит там 4 на 5. Кеннис максимально стабилен уже вторую карту к ряду. Ну и в чате тут пишут Ленин, рофли над Кикертом. Нет, это не рофл. Совершенно искренне. Совершенно искренне я респектую Кикерту за это решение. Поверил. И может он будет прав, может не будет прав. Но сам факт, это взрослое взвешенное решение. Очень здорово, когда ты веришь в своих тиммейтов и остаешься с ними. 5-4. Здесь уже пистолеты. Кикер отнесется на длину. Получает от Кенни. Ну вот, в общем-то, не все. В плане, конечно, энтри фрага. Энтри фрага сделать у Virtus.pro не получилось. То есть подобные раунды с пистолетами сильно от этого зависят. Остается, мы видим, на контроль позиции Дрен. Также есть двойка игроков в центре. Вновь-таки довольно дальние точки в G2. В принципе, особой агрессии мы от них. По крайней мере, после, наверное, первых трех раундов не видели. В первых трех G2 очень активно бегали по карте, если вы вспомните. Сейчас вот и шорт пропускают, и центр, как мы видим, так издалека посматривается. Ну, конечно, от дуэли на длине тут вернуться практически нереально. Игрокам защиты слишком уж важный участок карты, чтобы его отдавать без боя. Сплит-выход B будет, судя по расстановке сил атаки. Какой-нибудь дым в КТ бы, конечно, пригодился. Бомба. Ну, маловероятно, что без дыма в КТ пройдет хоть куда-то. Тут маловероятно, что и Темка без хотя бы одной флешки пройдет снайперскую винтовку, которая в контроле Хантер даже не отпускал гашетку, увидел Джейма. Все, 20 пятков тела. Ой, как развернулся-то он. И второй раз! Он специально это делал, что ли? Он боялся. Не было просто контроля центра какое-то время. И боялись, что Джейм не один с бомбой был в центре, а второй вдоль стенки прошел. И сейчас он в этих смоках и выйдет, убьет Аманека. Перестраховывался лишний раз. Вот не хватало контроля центра, из-за этого, видимо, подозревали какую-то подставу. G2, но все было немного проще. 10 раундов. Карта Дэдос 2 позади. Есть преимущество за командой G2. Продолжают они игру с двумя снайперскими винтовками. Кстати, тоже интересный факт. О нем немного попозже расскажу. Некса! Ну, да. Самое время надо им рассказать. Вырубает Санжи. Кикер также погибает. У Джейма три фрага, два из которых он давал энтри в центр через всю карту. Это интересный такой момент. А вот у Кенниса 13 убийств. Не скажу, правда, где он их давал, но два, как минимум, у него было под B. Мы это помним одним выстрелом. Джейм пока вливается в тэшку. Два его тиммейта находятся под DL. Джекс за синем. Не в первый раз он эту позицию занял. Мы помним, однажды Санжи там его даже наказал с Диглом. Так что, конечно, эта позиция должна проверяться. Тогда Джекс-то все-таки на прямой траектории стоял. Ну, это как бы один из дефолт. И вот Бустер выходит, подтверждает мои слова. Хотя надо отметить, что Адрен не особенно туда смотрел. И вот рискну предположить, что Бустер как бы проверил бы, а Адрен мог и не проверить. Но тут я ошибаюсь. Не так важно. Важно, что как минимум одного игрока G2 забрали. То есть для Virtus.pro теперь меньшинство не столь неприятное. Ну, они, скорее всего, догадываются, что именно Кенни С на точке А. Все-таки опорник Б. Там Манек. Еще и фраг успел сделать. Пропушили Т-шку G2. Смещается уже потихоньку на хилпу в Азиа. Хороший угол был обзора. Но Дым, конечно, тут заруинил всю картину. Кенни С. Эти два айвика очень хорошо у G2 работают. Джейм ловит Кенни. Дальше флешка. Под флешку Амане выпускает он. Нет, ну ладно, разошлись с миром. Хоть не порезали Адрена и уже хорошо. На 14 секунд бомбу поставить никто не даст. Но они знают, что он здесь. Вот каждый раз, каждый раз кажется. Сейчас одного на длину второго. Но заканчивается все только одним убийством. 7-4. У Virtus.pro 0 флеш ассистов. А у G2-5. Неправильно вообще флеш ассисты считают? Я просто вот думаю, как 11 раундов прошло, и у атаки 0 флеш ассистов. Как это вообще возможно? Ну, это факт назывался флешмоб. Там за КТ у G2-5, а у ВП 0. Возможно, это шутка в том, что в ВП еще за КТ и не играли. Поэтому у них и 0. Сегодня же 1 апреля, Костян. Ну, скоро бот говорит, что все верно. Ну вот, значит, это не троллинг, никакие не шутки. Это действительно факт. Никакого двойного дна в этой шутке не было. Это и не шутка, в этом факте. Пау! 7-4. Первый в шаге от взятия первой половины G2. Такой вот комментаторский паттерн. Паттерновая фраза. Кенни с авиком контролирует шорт. Вот, конечно, 2 АВП, вот повторюсь, у G2, уже не первую карту наблюдаю, но очень хорошо работает, очень много пользы приносит Амане. Аманек, как нам сказали, К читается в французском языке в конце, так что это Аманек. Ну, вот Молотов под дверью Хантера, понимает, что сейчас будет давиться база B. Очень быстро его урабатывают. Бустер вроде бы Аманека тоже контролит, пока один минус от него есть. Вытягивает много времени на него. Напрыгивает Адрин, падает, рядом падает и бомба. Команда G2, проверив центр карты, несется стримглав на B-базу, а бомбу-то нужно подобрать и донести. А здесь контратака от команды G2. Некса пытается вычислить бустер, замечает его, урабатывая без вариантов. На подобранном АВП кикер дает размен. Нужно дождаться тиммейта. Оба авика контроля, оба промахиваются. И тут подключается Джейм. Где же фраг от Джекса? Патроны закончились, все-таки мимо кассы. И кикер ставит точку в раунде 7-5. Боже, что за раунд нужен повтор. Феноменальный просто раунд. Причем как с одной, так и с другой стороны очень-очень непростые решения. Принимали команды. ВП максимально долго душили там Аманека в этом тупике. Ну и, конечно, финальный момент, когда Джекс всю обойму выпускает. Не убивает, достает Юсп. Вот, вот он, вот он. 6 пуль, там прыгает игрок. 5 пуль, 4, 3, 2, 1. А второй его убил. Если бы это был раунд 1 на 1, Джекс бы выиграл. Забавная, забавная ситуация. Не без ошибок, как вот ВП, так и команды G2. Но раунд для атаки. Минус деньги, кстати, в... Ну, не, минус деньги в потенциале. И последний Заку прямо сейчас, в 13-м раунде. То есть там можно и на 7-7 выйти прямо сейчас вирту сам, если в этом они победят. Ну, а Манек сейчас думает, закупать ОП, не закупать. Я не знаю, с чем еще эта пауза может быть связана. Может, он просто решил интриги нагнать. Понимаю, что, конечно, матч освещается. Что же возьмет Аманек? Последние секунды на принятие решения. Джейм несется на ДЛ и погибает. Слушай, вот когда рокировались в позиционке у Джекса, так не получалось поднимать ДЛ. У Некса получается просто на раз-два. 4 в 4. Здесь, благо, Кикерт нашел свой размен. Работал Кенниэса. Так, а где там синий крест это на шорте? А, это Кенни без прикрытия. Был так далеко. Снова синхронный размен. Минус Джекс. И минус Санжи в ответ. Адрен остается контролировать центр карты. У него 15 хп. Пошла ротация в центр. Даже в тэшку. Авик на руках Нексы. Ну и, конечно, снайперская винтовка на Б у Аманека. Знают, конечно, об этом ВП. У них есть дым, флешка, молотов. Все эти три гранаты у Бустера. Ну, а Манек, кстати, в такой позиции, где мы сегодня видели уже игрока защиты. Тогда Кеннис был с ВП. Его прошли быстро. А Манека тоже прошли. И не подсказал, судя по всему, Кеннис, что все-таки конкретно против ВП эта точка, ну, не самая продуктивная. То есть, как Кеннис, атакая Манека без проблем. Первого прошли с трейфом, второго пропрыгнули. О! Подарочная винтовка. Ну, правда, два века в атаке, наверное, перебор. Ну, да, с одной стороны, здесь кикер, то бы, на самом деле, этот авик просто куда-то унести, чтобы не оставлять Хантеру возможности его подобрать. Ну, Хантер даже не двигается. Красиво. А вот сейчас можно исходить. Все-таки есть еще небольшой пул по времени. Его не остановят, но Хантер принимает решение даже не пытаться. Все-таки Синица в руках. СГшка в руках лучше, чем АВП в медле. Даже если АВП в руках, а СГшка в руках, а ты в защите, все равно можно подумать. А ведь-то ты, может, и купишь, а СГ нужно выбивать. Ну, и вот она, та самая минус экономика. С потенциальной ситуацией выхода 7-7. Начинали мы комментирование предыдущего раунда. И сейчас все в руках команды Virtus.pro, чтобы выйти на тот самый паритет взятых раундов табло. Что у нас Хантер будет пушить в центре, что подсадку делают. Попытаются как раз проходящих в шорт законтролить. Тут немного по другим углом работает Адрен. Итак, подсадка для Хантера. Двойной поджим от команды G2 на шорте. То есть ставка реально сделана на центр. СБ поджимов мы не видим. Там была неудачная в одном из предыдущих раундов инициатива от Манека. Одним из первых раундов. Его наказали. И после этого поджима Тэшки от команды G2 не наблюдаем. Разбрасывается мидл атакой. Молотов под ближние двери. Дальше дым на Х. А Кей не прожал. Он дал инфу, что мидл пустой. Ну тут или длина, или Б. Все-таки стопроцентного понимания нет у G2. Ну сейчас Джекс пикнет длину. Никого там не заметит. Понимания будет. Вон, например, G2 уже пошли. А, только один Некса. Я думал, он пойдет с тиммейтами. На Манек, на Байтл. Ну и, в общем, получил выход. Ладно. За что боролся, так сказать. А то и напоролся. Антен. Декса. А вот и 4 в 3. Все еще безопасная ситуация для ВП. Хотя они на плент не вышли. Вышли там вон на машине от Рен. А, сори. Я думал, что он в темке. Да, тогда все окей. Точки подхода заперты. Дым на дверях. В окне молотов. Под флешки Хантер выпускает прямо сейчас своих тиммейтов. Нет. У него две флешки. А это сейв. Сейв двух СГ. На перспективу играет команда G2. Дальше мы с вами посмотрим последний раунд первой половины, который проведут с двумя Кригами. Какие защиты. Джекс тут, возможно, еще какой-то девайсик попытается найти. Сохранять уж ему нечего. Сейв в атаке. Уже нормально. Уже хорошие новости. Это достаточно много. Атака у G2 всегда может не пойти. На джекс. Ну, по крайней мере. По крайней мере он погиб. Но разменялся. Этот молодов, конечно, очень здорово смотрелся. Что отметить. С другой стороны, что СГшку унести так и не позволили. Но пока сейв на позиции машины. И 7-7. Но уже в любом случае счет, который ВП так или иначе, наверное, должен строить. Но нам подсказывают... Кому конкретно проиграли три последних даста? Виртуза, Cloud9, Good Sentiment Lions были оппонентами «Медведи». Как бы намекают, что уровень там не самый высокий. Но я имею в виду, что это не тир-1 команда. Или нет? Может быть. Это же элементарные подтексты. Которые есть или их нет. Приходится додумывать уже самим, что хотели нам сказать. Но, так сказать, факт остается фактом. Именно эти команды были соперниками УВП. Этого уже не изменить. Ну что, 15-й раунд. Попытка агрессии пока что пресекается. Размен гранатами неплохая, кстати, хайо от Нексы. И два фрага. Некса вездесущая. Они снова рокировались Джексом. Отличная граната, Хантер. Отличный тимплей надо отметить. Вот это тиммейт. Правда, раунд в любом случае с преимуществом. Хотя Бустер все-таки закрыл Джекса. Вдвоем еще можно здесь повоевать. Минута 15 была на таймере на момент убийства. Хантер, наверное, хотел дальше ее куда-то за угол пробросить. А она в тиммейта врезалась. Может, повторным покажут. Может, Некса прыгнул. Может, просто рука мастер-хантера дрогнула. Может, наоборот, не дрогнула. Специально? Ну так. Ой-ой, я не специально. Извини. Но 2 в 3. На самом деле мы вот здесь рофлим. Ситуация очень напряженная. 45 секунд. Бомба с Титаника ливает под занятую длину. Переносом бомбы занимается Джейм. Кенни смотрит как раз на ДЛ. У него на прикрытии Хантер. Он, по-моему, в глубине точки. Просто контролит шорт. Вот такая интересная схема. Перекрестный двухъярусный огонь получается у команды G2. Есть две дымовые гранаты. Флешка мимо кассы. Но есть всегда вторая флешка. Кенни. Что это? Это вакейшн. Это незаконные фраги. Ну и Хантер не считается. Я охотник 100. 8-7. Жестко. Все правильно сделали Вертуса. Законтролили спину. Никого не нашли. Два дыма в просвет. Пропрыгиваешь. Ты не просто бежишь. Ты пропрыгиваешь в два дыма. И тебя все равно забирают. Я не знаю, как это получается. Но посмотреть за этими принципиально разными стилями было интересно. В любом случае в первой половине. А дальше нас ожидает еще и жесткая вторая. Как бы там ни было, для Virtus.pro сторона, я считаю, весьма удачная. То есть если ты заканчиваешь 7-8 на карте, которую 8 раз подряд проиграл, это уже, наверное, кое-что. Тем более против G2. Против статистики не попрешь. У G2 5. 5 получается поражений. Подряд было на карте Dust 2. 4 было точно. 5-ая. Сейчас я уточню. По-моему, 5. По-моему, как раз-таки 8 у WP, 5 у G2. Где-то такие у нас цифры. Напомним, Virtus.pro пикнули атаку. То есть они сознательно начинали именно в нападении. Взяли 7. Результат хороший. Если на Мираже был такой рабочий результат. То есть 5-10. Окей, нормально. Тут 8-7. Тут абсолютно еще непонятно, чем закончится второй Dust. Ну и если сравнивать первую-вторую карту, здесь в целом лучше смотрится команда WP. Там все-таки просто Hunter оказывался в катериспе, играя за атаку. Здесь мы такого не видим. Здесь действительно уровень конкуренции сопоставим. И это приятно лицезреть. Да, так и есть 5 поражений подряд. И при этом вот мы часто говорим про уровень соперников. Но Тайлу ребята тоже проиграли. Наш стол аналитики вспоминал этот матч. Ну и правда, помимо Кенни-Эса там кого-то выделить было сложно. Но Тайлу уже точно не выйдут из группы. Они, увы, не смогли ничего показать вообще. Ну вот, как раз-таки Dust отжали у G2. Единственная карта, которую выиграли китайцы. Ну, турнир получился для них неудачным. Предстоит им еще сыграть как раз-таки против Virtus.pro в последнем туре именно для них. Ну и, соответственно, WP-там еще остается одна игра в запасе. Помимо сегодняшней и предстоящего поединка с Тайлу. Мы же ждем второй половины. G2 уже имеют горький опыт проигрывать 16-14. Сетти как раз Тайлу сейчас 8-7. В общем, очень близко. Но это никакие гарантии для G2, конечно, не дает. Пока же можем озвучить дополнительную статистику по опеннин-дуэлям. Например, бустер имеет стату 3 к 0. Ну, по этому показателю. Аж три раунда с мультикилами у него было. Тоже хороший показатель. 12 на 10 идет он. У Ладраны не очень. Залетает игра опеннин-дуэля 0-2. Ну и 3-13 статистика. Кстати, один, даже, постойте, два, два флэш-ассиста по итогу за сторону атаки получили для себя Virtus.pro. Да, это забавный факт. Вы нам показали эту информацию в нижнем углу. И в следующем же раунде под флэшку вышли на бет. Там, по-моему, Джейм дал эту флэшку. В общем, сразу эту статистику обновили. Где-то опровергли игроки команды Virtus.pro. Такое вот забавное совпадение у нас получилось. Вы же не останавливаетесь со счетами. На карте Даст они работают. Здесь действительно ВП смотрится бодрячком. Будем надеяться, вторая половина получится не менее насыщенной. И будет вот такая вот борьба действительно достойных равных оппонентов. В любом случае, третьей картой будет Virtus.pro. На нее команде Virtus.pro нужно выходить. И кто знает, может быть, нас ждет еще одна сенсация. Опять же, Na'Vi своим примером выхода с первого места в группе после проигрыша 0-2 должны были показать вообще всем остальным командам, что расстраиваться нельзя. И пока ты не проиграл, ты можешь выиграть за это. Мы все, конечно, любим КС. Но если нет ничей. То есть если есть нича в матче, я имею в виду, если ты не проиграл, ты можешь не выиграть. Просто как бы будет нича. Ну ладно, это уже все такое. Тавтология. В чате пишите ваши прогнозы. В чате поднимайте щиты. И, конечно же, ну не знаю, можем объявить челлендж, сколько по итогу фрагов даст Джейм. И сумеет ли он догнать Кенниеса. Пока что пистолетный раунд. Адрен сходу понесся на поджим шорта. Получил хэд в ответ после того, как Санджи неплохо справился с приемкой длины. Прожимается верхний этаж. Команды Virtus.pro решили работать на темпе, но у Хантера жутко залетает сегодня. Хантер вообще соло, как мы видим, терзает позицию шорта. Там уже проходится длина. Возвращается назад Джейм, понимая, что с длины сейчас могут убить просто в спину. Коктейль Молотова выигрывает очень много времени. Ран-буст. Как же быстро сделали ран-буст G2. Только-только хелпа, как мы видим, смещается на шорт. А бомба уже установлена. Тяжелый, тяжелый ретейк. 3 в 4. Все на арморах. Бустер. Нашел Хантера. По кенни-инфо также есть. То есть здесь минус гусь. Контратака от игроков команды G2. Во что бы то ни стало пытаются загнать Кенни. Но он дает один хэд. Дальше переключается на герсты. Дожидается тиммейт. Рокируют друг друга. Игроки G2 сдерживают натиск. Сдерживают попытку выбить бомбу. И забирают 9-й раунд себе. Не то, чтобы он был таким прям судьбоносным и предопределяющим. Что тут? Некса написал, что он не будет пикать Dust. И он соврал. 1 апреля написал. Не буду Dust 2 пикать. Ну надо же. Ну да. Навряд ли. Навряд ли, конечно, ВПМ рассчитывали на то, что не будет в этом матча пидаста. Нам же пока напоминают коэффициенты от наших партнеров. Сайт с GB дает 3.99 на Virtus. И 1.22 на G2. Что-то похожее было и до начала этого матча. Подсадка в нижний. Пистолеты без арморов. Virtus.a тут не изобретает велосипед. Играют строго. Со смещением защиты в сторону базы B. Ну и оставили одного кикерта в глубине ямы. Так сказать. А может и не проверят. А может там 5 длина, 5 спин. И это мне не имеет право на существование. Такое действительно бывает. Да-да. Карта супер древняя. Яма супер важная для проверки атаки точки. Все равно об этом забывают. Ну, наверное, классика. Это EuroStrike. Из-за гейм до сих пор троллят. Яму надо чекать. Этот вывод был получен. Хоть и дорогой ценой. Дорогой ценой. Ну да ладно. В этом раунде абсолютно ничего похожего мы не наблюдаем. G2 очень аккуратненько сейчас занимают шорт. То есть уже 45 секунд. Они только-только-только подходят к шорту. При этом у них закуп 3 мак-десятых. По закупу казалось, что это раунд на плюс W вообще будет. Кикерт. В спине. Он одного увидел. Ну, наверное, он понял. Там три дыма залетают. То есть вся команда G2, конечно, находится на шорте. Топать ты не можешь. И эта инфа, конечно, сильно помогла. Будь девайс на раунду Virtus.pro. Так, пистолетово. Что сделать? Вроде зашел в спину. Тебя не смотрят. Ну ладно, я стреляю. Залетит, не залетит. Тут уже непонятно. Два мгновенных минуса от G2. Занятая точка. Ничего, кроме сейва в команде Virtus.pro. Вот еще есть такой вариант. Под карауль. Ну, не сейв, я так имею в виду. Типа сейв абстрактный. Гипотетически. Ну, понятно. Юспы. Это разве что не давать нафармить сопернику 300 долларов по себе. Там тоже такой довольно занятный получился момент. То есть кикер стрелял по последнему игроку команды G2, который заходил в точку А. И по воле случая последним заходил Некса с калашом. И на развороте дал минус. То есть, наверное, будь у Некса Мак-10, там бы так быстро справиться с кикертом не получилось. Но единственный калаш заходил последним. Пока что без батерей заканчивают раунд. Да, да, да. Все пять человек выживают. Ну, а мы с вами готовы наблюдать на первый закуп. Команды Virtus.pro уже во второй половине. Так, ну здесь удивляются сейвы. Удивляться там нечему. Мало того, что просто 300 долларов за убийство. Там если Мак-10, то еще и 600. То есть это под фарм серьезно. И есть смысл как бы просто не подставляться. Просто не погибать. Кажется, что это мелочь. Это мелочь, которая по итогу может серьезно повлиять. Вот Джейм. Очередной миллион первый энтри-фраг в рамках ESL Pro League. Вышел на мид, угомонил Джекса. Там два игрока G2 пробегали по C58. Так что для Джейма фраг был простой. Таран просто из трех Мак-10 бежал. Ну, как раз одну формилку срезали. Кикерт за углом. Но, как мы видим, на постраховке работает Санжи. Также обратите внимание, что бустер без армора. Снова тропнул снайперскую винтовку. Он там на Б, в принципе, в этом раунде. Навряд ли будет принимать участие. Смотри, смотри, потопал Санжи. Делает вид, что уходят со длины. G2 под эту аудиоинформацию подходит к дверям поближе. Смещается кикерт. Его не проверяет, но преф это Манека. Очень серьезный. И он занимает позицию за синим ящиком. И второй фраг. С Мак-10. Видит спину третьего. И сейчас под прикрестным огнем. Джейм, где размена? Флэнт. Размены сплэнта не было. Джейм, третье убийство. В этом раунде Джейми! Квадро 10-8. Как его простили? Как это возможно? Немыслимый просто эпизод. Как его простили? Чувак спереди, чувак со спины, ты с авиком. Как выпутаться? Как выкрутиться? I don't know. И вот прыгнул. Куда все полетело? Я не знаю. Еще один минус. Жесть, как она есть. Господа. Это берсерк просто мод. В очередной раз мы стали свидетелями невероятного класч-раунда у Джейма. Ну, тут там еще были, конечно, тиммейты, но они были слишком далеко, чтобы ему помочь. Хотя бы раз в день Джейм тащит очень-очень классные эпизоды, вспоминая момент под Плэнтом Бэ на оверпассе, когда он там 1 в 3 разобрался. Ну и вот что-то похожее по сложности исполнения мы сейчас видели от него на длине. Полетели смайлики в чат. Да он на трейне вчера 1 в 3 брал. То есть он брал 1 в 3 на оверпассе, 1 в 3 на трейне. Сейчас из этой истории выкрутился. Ну просто... Ну, в общем, это Джейм, о чем и говорить. Это Мессия, наверное, один из таких посланников бога для СНГ-сцены. Чтобы уж была какая-то конкуренция, какая-то дивная хаешка залетает с центра карты на пальму. Вносит урон по четверым. Хотя, ну, только два пострадали плюс-минус серьезно. Ударный кулак из четырех человек команды G2 снимает пока что шорт. Оставляют у Манека смотреть спину. Тот, в свою очередь, пробросил дым на КТ. Виртузпро и без того делали акцент именно на базе П. А Трен пропускает всех. Дым уже бросать смысла не имеет. Пытается просто халдить в ожидании халпы. Помогает ему Санджи. Хороший молотов, кстати, бомба пока не установится. Ну и вот он ретейк 5 в 5. Еще даже без установленного плента. Но Джекс ловит кикерта. Адрен на подъеме тоже контролят. Он, может, хочет просочиться. На самом деле просто идет на сближение. Залетает еще одна ХАЕшка. Адрен сейчас фраг найдет. Это, эх, этого недостаточно. Нужен в ответ. Жаль у Санджи Фамос. Опасное положение. Опасный момент. Падает Джейм. Санджи должен убегать. Есть, кстати, вариант у Манека. И едва я это сказал, он начал свое движение. Просто Санджи зажать. Не позволить ему уносить Фамос. Понятно, что автомат не самый эффективный. Но уже кое-что. То есть это лучше не оставлять. Конечно, Джету понимает, что там минус экономика. И с такой классной информацией, со 100% пониманием, что Санджи в этой банке закрыт с двух сторон, пошли и убили игрока команды Virtus.pro. Тенденция раунд взяли, раунд проиграли. Это худшее, что может случиться с абсолютно любой командой, которая играет за сторону защиты. Так как атака будет набирать постоянно раунд за два. Может центр взорвать или банку. Нужна какая-то идея. Да уже и центр взрывали, банку пытались принять. Уже что-то такое не делали. Что, там центр не пропустили? Как будто над головой эти пули свистели у нас. Интересная комбинация получилась. Отпускает полностью, конечно, точку А. Стаг под Б. G2 против пистолетов в прошлый раз играли максимально аккуратно. То есть на 45-й секунде они подходили к шарту, и сейчас похожая история. Под флешечки с молотовыми, с гранатками вдвоем, втроем будут мало-помалу выходить. Дисциплина прям очень хорошая у G2 в этом плане. Ну, на своей сильнейшей карте тут, наверное, не должно быть ничего удивительного. Хотя вот как на сильнейшей, может быть, номинально. А вот по последнему времени... На любимейшей карте. На любимейшей. Хорошее слово. 3 в 5. Бустер. По-моему, его сейчас... Не, Некса, наверное, просто заметил. Но тут расстрел. Некса, раз, два. И хватило. Буквально последним патроном. Предпоследним забрал Джейма. Жаль, вот не выводится, да? Помимо, мы здесь не видим пинга в этой, скажем, с нестандартным худом. Но главная потеря для нас, как для зрителей, это интересные факты после окончания. Сколько секунд осталось, каким патроном забрал и так далее. Ну, там вопрос к аудитории. А, это от Карлоса, видимо. Карлоса, это Слота. Да-да-да-да-да. Купить ли новые замечательные ножи Кеннису, если они выиграют эту серию? Ну, я думаю, ответ очевиден. Я миллионер. Могу ли я себе позволить нож? Нужен ли он Кеннису? Приятно ли ему будет? Что вы думаете, зрители, стоит или нет? Главное, не Мерседес. Нож еще... Да, это... С этим лучше не шутить. Так, тут в чате. Если комментаторы прочитают это сообщение, то ВП выиграют. Все, сделано. Миссия выполнена. Осталось понаблюдать за тем, как же Virtus.pro это сделают? Мы свою половину договора исполнили. Теперь дело за ВП, Санжи. Кстати, в паре вместе с бустером пропушили Тэшку, что-то похожее делали G2, и тогда эти раунды были максимально эффективными. Сейчас. Отличная флешка. Не такая отличная стрельба, но минус был. Хантер, правда, разменялся на Джейма. Длина прорвана. Да, два коктейля Молотова отрезают. Потушили Молотов. Так-так-так. Ну, обновляется дым. Адрену банально не позволяют выйти из Сити. А Мане дожимает длину. Дожидается второго попадания в голову Бустеру, который так отчаянно пытался выйти под размен. Но не получилось ничего. Нет денег. Что, конечно, заставляет Virtus.pro разворачиваться и сейвить. Ну, что ж. Чем больше раундов G2 возьмут, тем интереснее будет наблюдать за камбэком команды Virtus.pro в рамках карты The Dust 2. Поэтому ничего страшного, наверное, для нас, для зрителей даже хорошо. Воу, Адрен. Красиво. Но вот 5 на 16 надо отметить на Дасте, пока Адрен вообще свою игру найти не может. Ну, а Манек принес ему сейчас СГ. Возможно, с этим девайсом будет получше лететь. Капитаны команды Virtus.pro. Кикер засейвил снайперскую винтовку. Ну и в целом вот структурно сыграли ВП довольно неплохо. То есть они вдвоем прожали Т-шку. Информация была. Под флеш выбили шорт одного Джекса. Как раз-таки Кикер сделал этот минус. Но вот остановить пробегание по длине не получилось. G2 были уже на пороге. G2 уже были одной ногой в этой точке А. 13-8. Снова деньги в ноль. Умер тут про. Но, благо, что арсенал неплохой. Да, конечно, гранаты есть не все и не у всех. Да, набора китов только два. Но хорошо, что они есть. Кенни пока вычисляет центр карты. Но где у нас там Джейм? Джейм тоже на центре, но супер пассивный. Он скорее на выход из центра направил свой снайперский прицел. Ну и пока ребята в целом ждут. Оп, флешка. Оп, Джейма заметили. Он не стрелял. Хотя сделай выстрел. Может, нашел бы красочный килл. Ну, Хантер не поверил, что там очень хорошая такая флешка залетела. Что Джейм вообще в фулл-бланде был. В итоге так побегал туда-сюда. Джейм также, как ты сказал, на спусковой крючок не нажал. Ну и теперь мы видим очень глубокую защиту от ВП. Двое на 1 длина, двое на Б. Центр пустой, шорт также без защиты. Джейм. На нем сейчас очень важная задача, очень важная роль. Под шквал гранат команды G2 вместе с Санжи принять выход 4 шорт. Десант, в общем-то, в Сити уже есть. А его не читают, это десант. Непонятно почему. То есть кто должен был этим заниматься? Джейм за секунду до смерти успел оформить килл, это уже кое-что. А Мане проигрывает перестрелку Кикерту. Здорово, но у Алексея очень важная задача. Как на самом деле и у Нексы. Сдержать длину. Тут уже, наверное, кто кого пересидит. Время на руку Нексы играет. Все, Кикерту уходит. Некса это понимает. Сейчас выйдет в спину. А, все, уже Кикерту убили. Кстати, Некса все еще может очень сильно помочь. Да, да, да. Вот он, тот самый перекрестный огонь с длиной. Некса плюс Хантер дают последние фраги. Точно в голову. Ну и пока, к сожалению для нас с вами, как для зрителей, к сожалению для всех болельщиков состава Virtus.pro, во второй половине намного меньше интриги. То есть медведи по факту один единственный раунд, пока выиграли за дефенс. Ой-ой-ой, 2.17 на G2 в рамках второй карты. Раунд-винер может быть это? На раунд может быть. Раунд-винер? Какие два, какой КФ2? Хорошо, раунд-винер. Ставка на раунд. Вот этот вот раунд, потому что на G2 два. Да, да я не знаю, что это нам показали. Хорошо. Я прочитал раунд-винер, сказал раунд-винер. Окей, раунд-винер, друзья. Коэффициент 2.18 дает наш друг сайджи-джи-бет на команду G2 в рамках линии раунд-винер. Ну что, 4 ФАМАСа у Virtus.pro. Не самый популярный, конечно, девайс, но, как говорится, на безрыбье. И ФАМАС. Рифлер. Кикер-то вырубили. Все, чисто ФАМАС-раунд. Без гранат. Нет, две флешки есть. Обманулась немного. Без дефьюз-китов. 4 ФАМАСа. Возможно, сейчас G2 просто ломанутся на B. И всех примут здесь ВП. Как знать. Интересная, интересная ситуация сложилась. Не хотят, конечно, отдавать 15-й ВП. По точкам сели 2 плюс 2. Длину Сан же... Ну, довольно самоуверенно пошел репикать на 55-й секунде. Аманек. Так, два человека идут прямо на его прицел. И оба погибают. Так вот, просто Джейкс просто десантится в Сити. Бустер. Ничего не смог с этим поделать. Мид под контролем, B под контролем. Анжи бустер. Если честно, сложно поставить себя сейчас на место игроков команды ВП. G2. Это еще и... Мне даже оружие не дают подобрать. Какие душные. Тут просто хоть что-то, хоть минимальный шанс дайте. Ну, камон. В атаке как роботы просто играют в G2. Оставили контролить B. Аккуратненько, вдвоем. Ну, наверное, главный показатель это деньги. Если в атаке там по 10-12 тысяч, они не умирают, они сейвят, они действуют безукоризненно. Сан же последний. Опа, ВП нужно. Еще хоть шотик. Не залетело по голове. Но Экса сохраняет таки снайперскую винтовку. Ну и 7 матч-поинтов для состава G2 прямо сейчас. Ну что, может быть что-то красивое, необычное сейчас ВП покажет. 21-12 пока Экса идет. Еще и 6 ассистов. То есть он и по фрагам первый, и шестерых, считай, не добил. Да вообще мы видим по ассистам 5 у Кенниса, 5 у Джекса, 4 у Манека. То есть там командная работа. И один у Хантера он, походу, всех добивал. Заходил, застилил все фраги. Так, бустеру прострелом сняли больше половины ХП. Кстати, как у ВП, так и у G2. На первых таймингах в центре удается или фраги находить, или прострелом наносить урон. Быстрый раунд. Хотят заканчивать здесь и сейчас эту катку G2. 5 шорт. В точке кикерт на гусе Джейм. У Джейма фармилка помочь не сможет. Они сидят, они запускают. Да, кикер-то уничтожили. Ну, молота вроде как на гуся не отправили, но Джекс отправил прем в это направление. Уже 5 в 3. О мой бог. Санжи, перекрестная позиция. Да, бустер. Бустер! 1 в 5 против всей команды G2. Прямо сейчас в шаге от непрохода, невыхода из группы команды Virtus.pro. Но на самом деле ничего здесь уже не поделаешь. Все, ясно-понятно. 16-8. Поздравляем G2 с совершенно заслуженной победой. И желаем удачи, терпения команде Virtus.pro.